Внимание, пошел! Именно с этих слов начинают очередной этап испытаний правоохранителей. В Бресте встретились лучшие стрелки всех подразделений управления внутренних дел области. 20 стражей порядка соревновались в технике выполнения комбинаций с табельным оружием – пистолетом Макарова. Соревнования организованы и проводятся в основном по инициативе отряда милиции особого насмещения. Соревнования – это повышение уровня владения табельным оружием сотрудников Брестского гарнизонной милиции, а также поляризация практической стрельбы, как служебно-прикладного вида спорта, среди сотрудников органов внутренних дел. Практическая стрельба, как вид спорта, начинает отсчет своей истории с 70-х годов прошлого века. Главная идея подобного рода состязаний – развитие у стрелков культуры безопасного обращения с оружием. Сегодня этот вид спорта активно развивается, а потому количество желающих его освоить с каждым годом только увеличивается. Что касается милиционеров, то для них практическая стрельба является не столько видом спорта, сколько необходимым навыком в обыденной деятельности. Они никогда не знают, как поведет себя преступник и какие меры придется предпринимать. Что касается Брестского региона, то здесь, по мнению специалистов, всегда была хорошая стрелковая школа. Ни с одних соревнований брестские правоохранители не возвращались без наград. Да, естественно, уровень разный, как и служебная задача у сотрудников, но базовые навыки, определенные, имеются у всех, и это заметно. Спасибо нашим коллегам, которые здесь развивают этот вид спорта, что они не забывают о том, что кроме сотрудников спецподразделений, есть и обычные сотрудники. Может быть, не каждый день стреляющие, но тоже обязаны уметь это делать. За последнее время не было ни одних соревнований, где бы сотрудники, ну, прежде всего, отряда милиции особого назначения, УВД Брестского, обл. полкома, не занимали призовых мест. Подобные соревнования – это не только отличный способ проверить собственные силы и физическую подготовку. Это еще и отличная возможность оценить уровень профессиональной подготовки коллег и определить свое направление дальнейшего развития в этом прикладном для милиционеров в виде деятельности. Продолжение следует...